Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я зачитаю историю, дам какие-то советы, а потом вы оставите свои комментарии тоже по этому поводу. Письмо будет очень длинное, так что давайте приступим. Добрый день! Уже почти год смотрю ваши видео. Спасибо за это, за то, что вы и делаете. Хотела поделиться с вами своей историей, узнать ваше честное мнение на этот счет, потому что сейчас я нахожусь в полном отчаянии. Мне 25 лет, и моя история началась ровно год назад, когда я познакомилась со своим парнем-турком. В этот момент я училась в магистратуре в Шанхае, подрабатывала переводчиком, а он был в том же вузе по обмену на один семестр. Мы познакомились с ним абсолютно случайно, потому что на тот момент я не планировала никаких отношений, не искала с кем-то встреч, тем более с кем-то, кто уедет через пару месяцев. Одна из моих подруг попросила меня пойти с ней на вечеринку иностранцев, потому что не хотела идти одна. Там я и с ним и познакомилась. Его зовут Таиланд. Он сразу понравился мне, но я не решалась заговорить, потому что мой английский на тот момент был не очень плохой, но он проявил инициативу, и мы как-то, каким-то образом разговорились, нашли общий язык. Потому что потом мы уже ушли от шумной компании, пошли гулять. Через час мы уже как бы целовались, не могли оторваться друг от друга. Мы гуляли всю ночь, а утром мне уже нужно было бежать по делам. Только по этой причине мы и расстались на несколько часов. И так завязался наш бурный роман, наши отношения. И поначалу это было просто легкие какие-то отношения. Мы не говорили о будущем, потому что знали, что все это закончилось через пару месяцев. Но время шло, мы окончательно влюбились друг в друга. Мы говорили о планах на будущее уже, о наших отношениях и так далее. К слову, мы оба изучаем международный бизнес, но вот его языки это английский, немецкий, а мой это русский и китайский. И следовательно, построить общее будущее в плане карьеры это достаточно сложно, чтобы все были этим как бы довольны. К тому же у меня к тому времени была уже вторая степень магистра, стабильная работа в Китае. То есть мое будущее было почти решено. А он только заканчивал предпоследний год бакалавриата и в своем турецком вузе доучивался. Он сказал, что потребует отпустить в китайский вуз на магистратуру или попробует найти какую-то работу в Китае, чтобы быть рядом со мной. Так сильно он не хотел лишаться меня и с таким-то домом построенной карьеры. Или же мы вместе могли бы переехать в какую-то третью страну, пока мы на расстоянии будем копить денежки и планировать все, как съехаться. В общем, в итоге мы разъехались по своим странам 29 декабря, а в марте хотели встретиться. Он сам был инициатором, хотел прилететь в Москву, но моя мама отговаривала меня, типа, ой, что кататься туда-сюда каждые два месяца, ваши отношения еще вилами на воде писаны, такие встречи только ненужные расходы, надо проверить отношения временем. Я маму послушала и отменила поездку. С тех пор началась наша разлуха. Я, кстати, вам сразу скажу, буду иногда останавливаться, потому что письмо большое. Маму меньше надо слушать, вы уже 25 лет можете в своей жизни сама принимать решения, надо от мамы не зависеть. Немного о моем парне и его семье. Мой парень родился и вырос в Анталии, сейчас 24 года. Кроме моего парня у них есть еще старший сын. На момент нашей встречи его родители развелись, и они находились в процессе бракоразводном. И этот процесс длился почти 5 лет. Семья распалась из отца, который, видимо, переживая кризис среднего возраста, уволился с хорошей работы и открыл свое собственное кафе, которое прогорело. Он пытался делать еще какой-то бизнес, но влез в колоссальные долги, распродал всю семейную недвижимость и в результате перестал вообще обеспечивать семью. Кроме этого, он стал постоянно изменять своей жене, что и стало последней каплей в этих отношениях. Мама моего парня проработала всю жизнь учителем в школе, воспитывала детей. Она относится к достаточно обеспеченной образованной семье. У всех пяти сестер ее и старшего брата есть высшее образование, многие учились за границей. Ее старший брат и сестра имеют сеть частных клиник. Это своего рода семейный бизнес. И когда отец моего парня перестал обеспечивать семью, то именно семья матери оплачивала все расходы моего парня, его брата, и пока они учились в УЗИ. К слову, мой парень очень любит свою мать, сильно осуждает отца за измены и безответственность. Сейчас он живет с мамой в Самсуне, так как все студенты на удаленке и редко общается с отцом и стороной отца, с его семьей. Отец привел новую женщину, гречанку, в дом, где раньше жил с семьей и детьми. Несколько слов о моем парне. Не буду приукрашивать, расскажу все как есть. Мой парень умный, образованный, очень добрый, понимающий, нежный. За все время, пока мы встречались в Китае, он никогда не обижал меня, всегда всем поддерживал, понимал. Мне хорошо с ним, он помогает мне жить в гармонии с собой и миром. Я сама по себе очень активная и порой слишком эмоциональный человек. Он учит меня, как контролировать эмоции, преодолевать свои какие-то неврозы, комплексы и так далее, чрезмерно свою чрезмерную обидчивость. Мы вместе учим языки, он помогает мне с английским. И несмотря на то, что нашим отношениям год, на расстоянии, мы много общаемся по видео, мессенджерам, смотрим вместе фильмы, тренинги, развиваем друг друга, обсуждаем планы на будущее и так далее. Из минусов, мой парень не очень активный, даже ленивый. Он сам об этом говорил в начале наших отношений. Он не ухаживал за мной как-то красиво, иногда дарил мне мелкие подарки, когда мы были в Китае, и сказал, что он никогда не дарил подарков вообще своим прошлым девушкам, а со мной он хочет и пытается, и пытается этому научиться. Все как-то шло со всем своим чередом. Он не очень щедрый, никогда не делал широких жестов, но может, потому что у него не может этого делать, потому что просто у него нет на это денег. Возможно, студент как бы тут вообще как бы логично, нормально это. Хотя он не очень стремится их и заработать, зато я всегда старалась его как-то порадовать, удивить, передать подарки через друзей в Турцию. Он, конечно, радовался, но особого восторга я не встречала. Еще он сказал, что подарки для него это не метод выражения любви, и я перестала это делать. За время карантина или лета можно было найти подработку онлайн, что-то еще, в общем. Он вроде как бы искал, но не активно, и меня это смутило. Деньги он копит с того, что последний год начал высылать его отец. Выплаты за долги какие-то, и вдруг он решил помогать своему младшему сыну. Ну, наверное, потому что сын студент. К тому же он сторонник минимализма, хочет иметь простую комфортную жизнь с минимумом стресса. А еще он неоднозначно говорит о женитьбе детях. Тут я остановлюсь. Минимум стресса, комфортную жизнь, это впрямую ваш парень ленивый. И это его часть воспитания, его характера. И он вам открыто об этом говорит, если вас это не устраивает. Это говорит о том, что человек каким будет в будущем. И если вы собираетесь с ним строить семью, на это я бы обратила внимание. Возможно, человек вам не подходящий. Если вы не разделяете его взглядах в отношениях к семье, к жизни, что минимум стрессов, зато минималистичное ничего у меня нет, зато я не напрягаюсь, ни о чем не волнуюсь и не переживаю. Вас это устраивает? Это может говорить о том, что вам не по пути с этим человеком, а с разными взглядами. Говорит, надо год хотя бы пожить вместе, притереться, потом жениться и уж тем более потом заводить детей, например, в 35-40 лет. О детях он тоже не может сказать ничего однозначного. У него есть страх того, что дети родятся плохими людьми или он не сможет их воспитать правильно. С браком он тоже самое боится, что после женили все станет плохо, как у его родителей. На мой взгляд, это все боязнь ответственности. Но почему? Кстати, вся его семья знает обо мне, одобряет его выбор. Все очень хотят познакомиться с его мамой, общаемся в Инстаграме иногда. Написала уже целую кучу. Надо как-то закругляться. Кратко обрисую ситуацию на данный момент. После того, как границы открыли, мы собирались встретиться, чтобы я приехала в Турцию или он в Россию. То он боялся вируса, то боялась вируса я, то мы боялись его вместе, то случилось что-то еще. И постоянно откладывали поездки наши. Все ждали, что случится, что-то станет лучше в мире. Дотянули до того, что сегодня уже все стало совсем плохо с эпидемиологической ситуацией. И вот может быть сейчас непонятно, закроют границы или нет, ехать сейчас или нет. Вроде хотели 25 октября встретиться, но тут начался этот кошмар опять с вирусом. Я сказала, что боюсь ехать сейчас. Еще он разозлился на меня из-за этого. Вот уже неделю он какой-то немного отстраненный, сбегает разговоров на эту тему, а я просто не знаю, что делать. Стоит ли эти отношения продолжение или просто сразу разорвать неизбежное? Через три месяца он заканчивает вуз, надо будет определяться с будущим. Ничего конкретного он пока так и не нашел. И пока подвижек на эту сторону нет. Я уже привязалась к этому человеку, полюбила. Целый год в это трудно поверить. Мы были не вместе, но ощущение, что мы были вместе. И целый год это трудное время для нас. Мы были морально вместе. Мои родители подливали все время масло в огонь. Особенно моя мама. Она кричала, что тебе уже 25 лет, надо выходить замуж, рожать детей, а не ждать какого-то странного виртуального турка, который даже не воспринимает тебя всерьез и вообще кинет при первой возможности. К слову сказать, с мамой отношения у нас очень-очень сложные уже давно. Постоянно налезет в мою жизнь, пытается контролировать, а еще она расистка. Сами понимаете, к моему парню у нее отношения из рук вон плохое. Простите за такое местами путанное длинное письмо. Надеюсь на ваше понимание, трезвую оценку ситуации. Как сказать со стороны, в общем, жду от вас отклика. Знаете, отклик будет простой. Я не буду влазить в причины, почему он боится семьи, вот этой всей истории. Скажу просто. Первое. Чтобы вам стало легче, вам 25 лет, вам надо отделиться от мамы с папой. Вам либо надо решать по поводу, вот пришло время своей, вот вы живете в Шанхае, вы говорили, в общем, в Китае, да? Если вы там остаетесь, вы там живете, у вас там работа. Как родители вообще могут давать оценку, говорить, с кем встречаться, чего делать? Вы им меньше даете информации, меньше просвещаете. Или проще говорить, у меня нет отношений. В любом случае, вам надо маму меньше допускать в свою жизнь и давать ей воле как-то там в ней копаться в вашей жизни, да, что-то делать. Это половина проблемы вашей. Ваша мама не хочет выпускать вас из-под контроля. Там надо вообще ситуацию с мамой рассматривать, что к этому приводит. У вас там своя история отдельная есть. Знаете, отдельная психологическая консультация, ваши отношения с мамой, вы очень много позволяете. Вам 25, вы уже взрослая девочка. Второе, скажу, мама занижает вам, там самооценку-то не есть хорошо тем, что тебе 25 лет, тебе порадует, что она приказывает, не советует, а приказывает в жесткой форме, что тебе нужно делать. Ваш ответ должен быть, мама, я тебя люблю, я сама разберусь в своей личной жизни, я сама почувствую, когда мне хочется замуж, когда мне рожать детей, я сама это решу. Короче, маме все чересчур не выкладываем, не рассказываем, вообще свою частную личную жизнь держим в тайне, чтобы не было вот этих наездов, давлений и всего прочего. И если мама начинает эту тему, мам, закрываем, уходим из комнаты, кладем трубку, переводим тему, меняем резко там, о, смотри, а вот сейчас там в мире курс доллара поднялся, ты вот слышала, а сейчас будет за то-то платить так дорого. То есть резко вообще кардинально другую сферу разговор переводите, да? Или вообще лучше правильно изначально сказать, мама, я не хочу эту тему обсуждать, это моя личная жизнь, я не хочу, чтобы мы ее обсуждали, я не нуждаюсь в советах. Это не обижает, это по правде сказано, здесь ничего такого нет. Это реально ваша личная жизнь, вы в ней решаете, что вам делать. С мамой, короче, надо решать, чтобы она вам, скажем так, лишний геморрой и нервы не делала. По поводу парня отношений, я вам советую ничего пока не делать. Дело в том, что вы оба боитесь. Он боится своего бэкграунда семейного, опыта плохого, развода, вот этой всей истории. Его можно понять, он, в принципе, ему не 35 лет, ему 24 года парню. Плюс в Турции мальчики такие семейные, если из хорошей семьи они мамины сынки. Хоть он самостоятельно жил по обмену в другой стране, это его первый отрыв такой от семьи. Плюс вас, что к вам хорошо его семья относится, восприняли. Просто поймите, его семья переживает не лучшие времена, он действительно не готов к семейным отношениям, и он действительно ленивый по жизни. Я бы здесь обратила внимание на его лень и отношение к жизни, а не на то, что он не готов к семье и к детям. Сейчас он в острый момент переживает разводы родителей. Естественно, каждый бы сказал, да я вообще никогда не хочу детей, стерилизируйте меня, пожалуйста, не хочу семьи, ничего, мне это не надо, я вижу вот эту боль моей мамы, на чьей он стороне, вся эта, это все понятно. Обратите больше внимания на его стиль поведения, проблема в этом. Просто когда это уляжется, вы, например, останетесь вместе, начнете вместе жить, он захочет со временем, у него благодаря вашим хорошим отношениям будет надежда, уверенность в завтрашнем мире, он захочет семью, детей, все в порядке будет. Но проблема в его характере останется, он не захочет зарабатывать больше денег, особо напрягаться, он будет таким ленимым. Это те качества характера, которые не поменяются, скорее всего. И с вот этим вам нужно будет жить. Вы просто для себя поймите, вам мужчина нужен, составьте список идеального мужчины для себя, прям не относясь к парню, вообще просто, в идеале прям масштабно, скажем так, мечтайте, качество, поведение, внешность, все туда. А потом своего парня рядышком и переписывайте, что у него есть, чего нет, что не перекликается. И посмотрите, сколько его пунктов к идеальному мужчине подходит. Цепляет он, он вообще подходит под образ вашего идеального мужчины или нет. Вот в чем вам нужно это понять. У меня есть сомнение, что может быть он вам вообще не подходит. Вот в чем дело. Он вам дал просто эмоциональную, у вас проблема с семьей с мамой, вы от них эмоционально далеки. Вы хотите, у вас проблема эмоциональная, тактильная с мамой. А он вам дал вот эту любовь, заботу, то, что вы очень перечисляли. Но у него есть такие качества для жизни в будущем, для мужчины, неприемлемые для вас. Вы другой человек, вы целеустремленный, вы хотите зарабатывать, все прочее. У него этого нет. Этим не будет. Ваша задача вообще сейчас понять, насколько это ваш человек. Есть качества, которые не будут меняться. надо понять, почему он вас задевает эмоционально. Я знаю, почему он вам дал то, чего вы хотели. Вы это перечисляли все в письме. Надо вам разобраться со своей мамой. И тогда, когда вы решите, закроете этот вопрос эмоциональный с мамой, проблем вашего контакта, вашей семье, нужда вот в этом эмоциональном подпитывании от парня, она сама собой отойдет. И вы увидите его другими глазами, вы увидите, что у него есть качество, которое мне не очень нравится. Может быть, вас устраивает то, что, например, ленивый лишний раз денег не заработает, вы к этому готовы, для вас это нормально. Например, у вас такой папа в семье, поэтому вы выбираете такого, ну, похожего на это. У вас просто такая роль мужчины в семье, ну, она приемлемая с детства. Окей. Если вам нравится, то замечательно, короче говоря, каждый же для себя выбирает, что ему хочется. По поводу именно, совет же вы просите, что с парнем сейчас делать, я так скажу, что вы тоже не готовы, вы видите вот эти внутри сомнения себя. И пандемия, я боюсь заболеть, это отговорка, потому что сейчас заболеть можно везде, заболеть может каждый, к сожалению. Если у вас у обоих такие страхи, вы можете, конечно, поддаваться им, страх управляет вашей жизнью, бойтесь дальше, не встречайтесь. Но вот вы правильно пишете, три месяца скоро закончится его учеба, надо что-то делать, решать. Короче говоря, смотрите, вы можете сделать встречу, можете, пока граница не закрыта, слетать в Турцию, например. В общем, с ним сами решайте, если хотите. Слушать маму о том, что это трата денег, это вообще не ее дело, это ваша жизнь, вы решаете, на что вы тратите деньги, на кого, как вы живете. Это ваш выбор. Вы же у мамы эти деньги не берете, вы сами самостоятельно работаете. Все, что вы заработали, вы сама решаете, куда вы их будете тратить этот раз. Второе, если вы не можете встретиться, все-таки боитесь и все прочее, ничего не делайте. Ждите того, когда у него закончится учеба и посмотрите, как он себя поведет. Будет говорить он в совместных планах, точнее не говорить, говорить он может многое сейчас. Посмотрите на его конкретные действия, как он себя будет вести. Вот что я вам посоветую. Будет ли он искать работу совместно с вами, вы увидите все это. Не бегите впереди паровоза. Он боится пандемии, в кавычках, вируса. Он боится вообще сближения. И его понять можно сейчас. Это тяжелая семейная ситуация, которую он переживает. Поэтому ничего не делайте. Время все покажет. Просто нужно три месяца подождать, потерпеть, продолжать работать, собой заниматься, своей жизнью, решать. Кстати, вот за эти три месяца вы можете решить проблему с мамой, трезвым взглядом посмотреть на своего парня и понять вообще сама-то я чего хочу от этой жизни. Вот что я вам посоветую. Пишите комментарии под видео. Я всегда оставляю почту в описании. Если у вас есть вопросы, предложения, тоже присылайте. Если вы хотите также видео огласить свою историю, пишите видео. История с пометкой для видео на YouTube, на канале. Или записывайтесь на консультацию психолога ко мне. Консультация проходит в скайпе в течение часа. Жду ваших предложений. Если вам видео понравилось, ставьте обязательно лайк, делайте репост, поделитесь этим видео со своими знакомыми, кому-то считаете это видео полезным. Мне будет очень приятно. Я за любую активность на канале. Это мне очень сильно помогает. Спасибо вам всем огромное. Скоро увидимся. Всем пока. Всем пока.